МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телерадиокомпания Шебекина, в студии Елена Матвиенко. Здравствуйте! Главные новости из жизни городского округа в нашем выпуске. 24 июня в Москве состоялся главный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, были организованы и в нашем городе. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, митчмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории, как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. С самого утра, 24 июня, в день главного парада страны, к ветеранам Шебекинского городского округа праздник прибыл на дом. Героев той Великой Победы старались окружить вниманием, а артисты Шебекинского городского округа создавали праздничную атмосферу. Расцветали яблони и груши, Бомбели и туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на грудой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на грудой. Выходила, песню заводила, Вразник нового Синобарда. Брата, вон, за тёдома любила, Брата, вон, чеки, милая. Брата, вон, за тёдома любила, Брата, вон, чеки, милая. Ой, ты песня, песня, Брата, вон, чеки, милая. Наверное, кому-то так угодно, Чтоб чествовать людей заслуженных, Не тайком, а вот так, принародно. С праздником вас! Спасибо вам огромное! В этот праздничный день по всей стране Проходило множество флэш-мобов И различных акций. Шебекина не остался в стороне. В 12 часов весь город, казалось, замер, Когда звучал звон победы. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Вечером на площади модельного дворца культуры К акции «Победный марш» Присоединился Шебекинский муниципальный духовой оркестр. К акции «Победный марш» К акции «Победный марш» Как итог праздничного дня в ночное небо нашего города Отправились лучи победы, как тогда в Москве, на Красной площади, ровно 75 лет назад. К акции «Победный марш» К акции «Победный марш» К акции «Победный марш» К акции «Победный марш» В марте этого года Государственная дума, а затем и Совет Федерации По пути членов избирательной комиссии жильцы домов были заблаговременно оповещены. Во дворах, как и на избирательных участках, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, паспорт предъявляется членам комиссии без контакта. Так, впервые у горожан появилась возможность проголосовать всем двором, и шебекинцы активно этим воспользовались. В досрочном голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации принял участие и глава шебекинского городского округа Владимир Жданов. Владимир Николаевич проголосовал на избирательном участке номер 1117, расположенном в здании шебекинского ЗАГСа. Я приглашаю всех жителей шебекинского городского округа посетить свой избирательный участок и сделать свой выбор. Это сегодня нужно нашему округу, это сегодня нужно нашей стране. А прежде всего, это нужно нам. Приглашаю всех на избирательные участки. Избирательные участки сегодня полностью готовы. Голосование проходит в безопасном режиме, поэтому ждем вас, уважаемые жители шебекинского городского округа. На минувшей неделе в шебекинской городской стоматологической поликлинике был установлен цифровой дентальный ортопантомограф. Первым шагом к высококачественному и результативному лечению является качественная диагностика. Современную стоматологическую клинику невозможно представить без цифрового диагностического аппарата ортопантомографа. Средственно этот аппарат выделил благотворительный фонд «Поколение» депутата Государственной думы фракции «Единая Россия» Андрея Владимировича Скотча. Это не первая акция фонда «Поколение» в шебекинском городском округе. Андрей Владимирович очень часто откликается на наши просьбы, на просьбы наших жителей, и мы очень признательны ему за это. Я уверен, что шебекинцы оценят значение данного современного цифрового рентгенаппарата для профилактики и лечения зубных заболеваний. С появлением современного оборудования врачи смогут с высокой точностью выявлять и диагностировать заболевания челюстно-лицевой полости, что необходимо для постановки окончательного диагноза. В преддверии праздника Дня медицинского работника у нас установлен новый современный цифровой ортопантомограф, который радует нас и, надеюсь, будет радовать наших пациентов. Раньше за панорамным снимком такого качества шебекинцам приходилось ездить в областной центр. Теперь жители округа смогут получить снимок прямо на месте. За время работы фонда «Поколение» более миллиарда рублей направлено на благотворительные цели, оказанные для медицинских учреждений Белгородской области. Это самый крупный проект обеспечения машинами медицинской скорой помощи. Это строительство фельдшерско-кушерских пунктов на территории Белгородской области. Это приобретение различного томографического оборудования, бельгеновского оборудования. Это и различные степени передвижные флюорографы, стационарные флюорографы, аппараты искусственной почки. И различные другие инструментарии, которые используются в медицинской отрасли Белгородской области. Техническое обновление должно облегчить работу шебекинских медиков и повысить качество услуг. 23 июня отделом ЗАГС администрации Шебекинского городского округа зарегистрировано рождение деденка Виктории Станиславовны, рожденной 1 июня в День защиты детей. Подробности в репортаже Зои Войтовой. В лучшем зале свет развелся, новый человек родился. Мы родители встречаем, славы и представляем. Уважаемые родители, уважаемые почетные гости, рады вас всех сегодня приветствовать в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа. В этом дожественном зале мы сегодня с вами все участники прекрасного и радостного отца Ундика. Честное нового гражданина Российской Федерации, нового жителя прекрасной земли Святого Белоруссия. Девочка Виктория родилась 1 июня 2020 года в Международный День защиты детей в семье Деденка Станислава Вячеславовича и Елены Дмитриевны. Правоустанавливающий документ, признанный государством, свидетельством о рождении Деденка Виктории Станиславовича. А также мы включаем справочку на единоборудительное пособие, которое вы получите по месту работы. Счастливых родителей с замечательным событием поздравила секретарь Шебекинского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Шаповалова Галина Александровна. Высшее достижение цивилизации – это человек здоровый, красивый, умный. Поэтому главная цель всех нас здесь присутствующих – помнить всегда, что главный капитал страны – это дети. И главное ее богатство – это люди. Поэтому поздравляю вас от имени главы администрации городского округа, от имени администрации. Хочу сказать, что у вас очень красивые дети. Вы, наверное, очень такие любящие родители, потому что только в добром, чистом, хорошем укладе рождаются умные, красивые дети. Здоровья вашей семье на долгие годы, благополучия. Пусть мир будет и счастье в вашем доме. А это от администрации. Примите, пожалуйста. Комплект «Моя большая белгородская семья» и счет совершеннолетия именной накопительных денежных счетов. Вот свидетельство о подскрытии именного накопительного счета на Деденко Викторию Станиславовну. Пожалуйста, папа. Замечательный комплект «Моя большая белгородская семья». Рюкзачок на спину. И еще кинж. А еще у нас партийный подарок. Но это чисто для детей. Вот. Вот по детским проектам все увидела. Дедские проекты. Геннадий Иванович, вам сейчас, уважаемые родители, вручил подарок от головы и, соответственно, замечательную книгу «Основа здоровой семьи». Это уникальное пособие для молодых родителей. Ну, я тебя лично, Реннадий Александрович, от «Игены России», я тебя лично в подарочек, сертификат. Ну что, Ирина Станиславовна, с рождением дочери Виктории, это такое знаковое событие, когда второй ребенок, это полноценная семья. А еще родился в День защиты детей, это вообще, как говорится, дорогого. Я сам прошел через это, потому что у меня тут же тоже 1 июня родилась. А еще, когда через два года в этот же день еще и племянник родился, 1 июня, это вообще знаковое событие. Для дедушек и бабушек, это, конечно, дорого стоит. Но о вашем родителям и бабушкам, как бы они уже были дедушки и бабушки, а тут еще в дне. Потому что я сам прошел через это 10 июня, у меня тоже внучка родилась. Буквально, серьезно, у меня встречает. Одни совпадения просто, я не мог не прийти, поздравить, потому что сам до сих пор под впечатлениями. Но о Викторе пожелать, как бы, чтобы материнского тепла душевного, но и отцовского в плечах крепкого. Самого наилучшего, всего самого хорошего. Дать Бог вам крепкой семьи. Мы подарок вам. Свои семьи пойдете сами, мы берите подарок. С напутствием к семье обратился настоятель Тихвинского храма, протеерей Олег Лекарев. Я также хочу вас поздравить. И вот этот день, это событие, еще называется «Наречение имени». Человек пришел в этот мир с таким именем, а когда в храме такой чин совершается «Наречение имени», то там есть молитва о том, чтобы Господь благословил, благодать пребывала с этим человеком, который уносит такое имя. Имя у вашей дочери удивительное. Виктория Минка Победа. Победа. И вот я хочу вручить вам эту грамоту традиционную, икону Пресвятой Богородицы, и пожелать, молитвенно пожелать, чтобы с Божьей помощью Виктория, если бы слава, одерживала духовные победы, прежде всего, которые могут приводить ее к устройству, к всему всему, чтобы ей в жизни предстоит сделать доброе и хорошее. Родителям новорожденной Виктории также был вручен сертификат на материнский капитал на сумму 616 тысяч рублей. Торжественная церемония завершилась традиционным фото на память. Мы тоже желаем семье Диденко крепкого здоровья, семейного благополучия, светлых улыбок детей и большого семейного счастья. В Шибикинском городском округе свои 90-летние юбилеи отметили сразу двое наших земляков. Насонова Валентина Павловна и Скурыдин Василий Иванович. Подробнее о юбилярах в нашем следующем репортаже. 24 июня с 90-летним юбилеем труженика тыла Насонову Валентину Павловну, проживающую в селе Ржевка, поздравили председатель Совета депутатов Шибикинского городского округа Анатолий Светличный, вице-президент благотворительного фонда «Айсберг», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Красовский и заместитель главы Вознесеновской территориальной администрации Татьяна Леонова. Спасибо, пришли, спасибо за внимание. Подождите, спасибо, давайте поздравим. Поздравляем вас с днём рождения, надо ещё как минимум столько же. Ох, 90. Спасибо. Дай бог, ещё столько же. Спасибо большое. Ой, вот подарки тут тебе махали. Ой-ой-ой, удаш, я уже уберяю. Умирать пора, вы мне с подарками. А как же, как умирать-то? Здоровья слава. Валентина Павловна, вы прожили большую жизнь. Вот 90 лет вы прожили, да? Да, да. Вы человек стойкий. Да. Вот жизнелюб чувствуется вы. Вот, дай бог вам ещё здоровья, удачи, и чтобы мы ещё вот вашему жизнелюбию, вашей трудоспособности, вашему стойкости, вот молодые ещё много-много учились и перенимали ваш вот такой позитивный опыт, позитивные отношения к жизни, вот, чтобы было здоровье. И вот ваши, чтобы близкие, родные, больше внимания вам уделяли, мы тоже больше вам внимания уделяли. Спасибо большое. Поэтому от имени Совета депутатов, вот, я вручаю цветы. Ой-ой-ой, куда же ты? Значит, я хочу вручить отдельно это поздравление от президента. Из Кремля. Из Кремля, да, это серьёзно, это вот Москва, Крым, смотрите, вот, мы вручаем вам. Спасибо большое, спасибо за всё. Всем спасибо за внимание, за всё. Всем спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. Всего самого вам доброго. До свидания. Будем стараться, будем стараться. Всего доброго. Всю жизнь проработали, протрудились, дожили вот до 90-х, слава Богу. Обязательно. Уж не ожидал я вот этого всего. У меня четверо внуков, семеро правнуков, двое деток, сын и дочка. Все хорошие, все умные, все, совсем всё хорошо, слава тебе Господи. Поесть свою, тарелку попробую. Вот. Хватит, приберу это всё, это. Да, да. Поделаю, ну, подолгу, вожусь, конечно же, шлях. Да, у меня все добрые, все соседи. Вот тут молодые, но всё равно мы дружные так все. Я у них тут самая старшая. 20 тысяч получаю. С лишним, да. Хватит. Конечно, хорошо. 20 тысяч получаю. Помню, всё, война началась. Но ещё обозрение у нас глупое, детское было. Мы сидели, мы вот сидим, разговариваем. Вот-то война, думаем, что война где-то там, у нас гора была, где-то за горой. Мы ещё глупые были. Врач там один жил у нас. Знали, что у него винтовка есть. Вот мы у него возьмём винтовку, да пойдём-то туда. Мы ещё дети были, что ж 11 лет было. Уважаемая Валентина Павловна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Мы никогда не боялись, вы никогда не боялись трудностей. Верили, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно, служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Президент российских героев Путин. Поздравляем! Поздравляем! Спасибо, спасибо, спасибо. Мы очень ценим наших долгожителей, оказываем им внимание, почёт и уважение. Желаем им долгих лет жизни и благополучия. А днём позже в селе Мешковое Анатолий Светличный и Алексей Красовский, также с 90-летием, поздравили ветерана труда, труженика тыла, Скурыдина Василия Ивановича. Ветерану подарили подарки, цветы и вручили поздравления от имени президента России Владимира Путина. Мы вас поздравляем со славным таким юбилеем. Вы, Василий Иванович, прожили такую яркую, замечательную жизнь. По-моему, 17 лет или больше был председателем колхоза? 17 лет. О, видишь, помню, 17 лет проработал председателем колхоза. Многое было построено, многое сделано. Всё кругом колхозное, всё кругом моё. Да, 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 да. Тут было всего 12 хат. Да, да. А сейчас уже... Да, это самое... Поэтому, Василий Иванович, добра вам, здоровья, удачи. А главное, чтобы здоровья вам было. Спасибо. Василий Иванович 17 лет проработал председателем колхоза «Заря коммунизма». И за этот период в селе Мешковое появились новая дорога, водопровод и дом культуры. Показатели в животноводстве и растеневодстве всегда были очень высокими. И даже теперь, в свои 90-е, Василий Иванович собирает большой урожай фруктов, ягод и орехов. Телерадио компания «Шебекина» присоединяется к поздравлениям и желает ветеранам благополучия и крепкого здоровья. Телерадио компания «Шебекина» проводит мастер-классы для молодежи и подростков на свежем воздухе. Тема очередного мастер-класса – изготовление видеооткрытки. Подробностями мы готовы поделиться в следующем репортаже. Сегодня мы снова пригласили вас на мастер-класс на свежем воздухе. Мы научим вас изготавливать видеооткрытку. Тема видеооткрытки – летний пейзаж. Итак, ребята, все готовы? Да! Вперед! Лето, 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 ты какого цвета? Желтый одуванчик, славно золотой. Значит, лето золотого цвета, лучший цвет, лучший цвет золотой. Лето, 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 ты какого цвета? Колокольчик в поле ярко-голубой. Значит, лето, голубой цвета, лучший цвет, лучший цвет голубой. Лето, 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 ты какого цвета? Сколько ярких красок ты приносишь нам. Значит, лето, сказочного цвета, рады мы, рады мы всем цветам. Наш мастер-класс подошел к концу. Сегодня ребята отлично потрудились. Ребята, вы большие молодцы. А теперь фото на память. Ну вот, оказывается, вместе мы – сила. Ребята очень постарались. Давайте же отсмотрим наше коллективное творчество. Это первый опыт ребят, так что не судите слишком строго. Лето – это постоянное ожидание счастья, время отдыха и путешествия. И даже если не получится выкроить время на полноценный отпуск, отвезти душ можно, отправившись на озеро, речку или просто в городской парке. От рассвета до заката, от заката до рассвета – это лето, наше лето. Люблю я лето за цветы и свет, который разливается повсюду. Пейзажные рождаются и тюды, прекрасный отдых от мирских сует. Хочу впитать все запахи в себя, Все краски лето сохранить в картинах, Чтобы в холодных зимних днях рутинных Согреться ими словно от огня. Как волшебно, кругом и нарядно, Рады лету мы, как детвора, Словно радугой с неба каскадом Все раскрасит природа в цвета. Мир сказочно красив. Кто этого не смог заметить, Тот просто не навел порядок в своей душе. Не секрет, что угрюмым, злобным людям Все представляется в черном свете. Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, Там, где другие ничего не видят. Все прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться. Каждое мгновение и любые обстоятельства твоей жизни Предоставляют возможность пережить прекрасное. Наслаждайся этими переживаниями, Пока твое сердце не наполнится. Иногда достаточно лишь одного цветка Для радости и счастья. Когда ты молча созерцаешь красоту, Твое сердце разговаривает с Богом. Когда искренне любишь природу, Красоту найдешь везде. Обернись, посмотри, Ведь прекрасное рядом. Лишь проникнуть душой во все это надо. Посмотрите на мир просто искренним взглядом. Оглянитесь, поверьте, Прекрасное рядом. Добрый день. С вами в постоянно действующей рубрике Слово прокурора, Помощник Шебекинского межрайонного прокурора, Валерия Карташова. В городе Шебекина осужден молодой человек, Расплатившийся в магазине фальшивыми деньгами. 24-летний житель Белгородского района Предстал перед судом по обвинению В хранении и сбытии заведом Поддельного банковского билета. В ноябре 2019 года В сети интернет он приобрел Поддельную купюру номиналом 5000 рублей, Схожую с подлинной по внешнему виду. Спустя три дня он расплатился Фальшивой купюрой за продукты питания В одном из магазинов города Шебекина. Шебекинский районный суд признал Молодого человека виновным В совершении преступления, Предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации И назначил ему наказание В виде одного года лишения свободы С отбыванием в исправительной колонии Общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Данил Рябов, Владислав Змеевский, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглодова, Алексей Коновалов и Елена Матвиенко. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова